Международная специализированная выставка ярмарка «Продэкспо-2022» была организована в Минске уже в 28-й раз. Свои работы на суд жюри презентовали наиболее яркие представители кулинарной сферы. Среди них действующие профессионалы, учащиеся кулинарных колледжей, а также новички, которые только начинают осваивать профессию повара. В кондитерском арт-классе были представлены 93 работы в 14 номинациях, среди которых и представители кулинарной школы «Сахарини». Ребята от 16 лет, студенты колледжей, и наши поехали от 11 лет ученики кулинарной школы. В арт-классе выступали и дебютанты, и мальчик, который уже второй год выступает, девочка тоже, которая второй год выступает, в закуски готовили ребята, национальный стол. Национальный стол вообще на золото шел, единственное, кстати, золото в этой номинации. И девочки везли с собой праздничные, свадебные, точнее, торты. Только двое юных поваров из Бреста уже имели опыт участия в конкурсной программе выставки-ярмарке. Остальные же оказались на впервые. Некоторые из них и вовсе обучаются в студии «Сахарини» первый год. Но благодаря урокам шеф-повара Алексея Ванюка, который четко и доходчиво объясняет ребятам все тонкости приготовления того или иного блюда, они смогли завоевать призовые места. Там практически говядина не уделяет мышцам, поэтому она такая нежная, из нее очень легко и вкусно готовятся стейки, медальоны, все на гриле. Подтверждают это и участники кулинарного поединка Кирилл Корунец и Софья Пекун, которые готовились к соревнованиям очень тщательно. Каждый из них представил свои блюда на сужури. У Кирилла это пикантная птица, а также закуски под символичным названием для любителей рыбалки, за которые он был удостоен бронзовой и серебряной медалей. А Софья виртуозно выполнила свадебный торт и также завоевала бронзу и серебро. Я очень переживал, я готовился дома, хотел победить. Вот я занял по закускам второе место и по мясу третье. Я готовил из мяса гулет с курицей, из закусок я готовил четыре закуски. Первое блюдо я готовил с лососем, второе с помидорками череп, третье я готовил с авокадо и четвертое я готовил с ошпагинным луком. Я делала свадебный торт под названием «У любви много лиц». Я шесть лет занимаюсь керамикой, мне очень нравится, это мое, и я очень люблю лепить. И из-за этого именно я решила сделать слепки лиц, рук, статую, чтобы показать, что это мое, я это люблю. Я не хотела придумывать себе какие-то странные разные идеи новые, ну вот, например, даже бусины, паруса, цветы. Зачем это все делать, если я, например, очень хорошо умею лепить? Стоит отметить, что это уже далеко не первое значимое достижение Сахарини. Из наиболее громких наград можно выделить следующее. Золото на кулинарной олимпиаде в 2020 году. Лучшая школа 2019 в Европе. Бронза и серебро на чемпионате Европы. Серебро на Кубке мира и неоднократное золото в разных странах Европы. И на этом участники не собираются останавливаться. Впереди у каждого из них еще много побед. Пожелаем им успехов!